Раз, два, 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 русская, три машины, сейчас третья будет, там дальше. Да, они очень такие прикольные, на вид они не внезрачные, вот у одного был дизельный, тоже 95-й, он уделовал вот эти все, беновые там, я не знаю, все эти джипы. Здесь стоит мотор не, как бы не Сабовский, а какой-то, какой же, это сборка международная. Он бегал, за чем, непонятно, он мог спокойно ходить. Я специально. А к воню уже привыкать, очень приятно становится. Да я сейчас закурю, все нормально будет, а если 100 грамм выпить, можно и купаться пойти, да? А ты тоже, можно и купаться пойти, да? Дежды, впрочем, кто-то дрова заготовил, можно, да? Да, прям за нас хавутся. Да, все, только внеси мясо, водку и шашлыки делай, и купайся, сколько вы лезет. Это вот, вот эта вот штука, от какой-то лодки, даже или от чего-то, видишь, дырка даже какая-то. Коля, вы оставляете собаку? Это? Галеры. Когда уезжаю, конечно, оставляли. Оставляли? Ну все, она тяжелая вообще. Моей девушке, он приезжал с клуба, и у нас... А, или здесь? Теперь здесь практически ничего нет. Это вот этот, что ли? А этот и вот заповедник получается. А, так, значит, может там еще или в ту сторону? Короче, русские наступают, вот что я вижу, если это покупают потихонечку, ближе, ближе, ближе. Ну это же хорошо в какой-то магазине. Ну русские очень много, кстати, скупили уже всякой фигни у нас. Да их много просто русских. Ну что? Там я не врежусь в дерево, случайно, парни. Голубоватые. Смотрите назад. Который ты просто не видишь. Я там прямо на остановке, я оттуда сразу... О, это мой домик. А это, это, раньше кафешка была, походу. Потому что там барная стойка стоит такая крутая. Ну да, наверное, тут все-таки было когда-то много движухи. Движуха была, да, была. А сейчас видите, все в столицу гонятся. А сейчас просто отстреливают всех еще. Вовремя. Да, да, вот именно. А то выскочил, блин, машина заржавела полностью. Стоишь смотришь, тебе там уже пора. Сделать ничего не можешь. Денег нету. Она ржавая стоит. И ты начинаешь все грызть и душить. Надо, чтобы душе было хорошо. И нельзя туда что-то? Туда нельзя? Все, да. Все. Как бы знак стоит, что там. Субарик, Субарик, Субарик. Тупик типа. Ну, может там тоже выход к морю, да. Это частная зона типа. Так, а что еще-то интересно тут? Чего еще? Не особенно ничего. Открывать окна и они убегут. Кого-то ограбили два дня назад. Не, ну если делать какие-то, помнишь, как вы там начинали какие-то там экскурсии, там сдавать эти квартиры, там это, наверное, как-то будет отбивать это все дело. Ну, Женя, когда было на разделении, я уже рассказывал, пока ты спал. Я не спал. Ты понимаешь, что это можно было при… Ты больше работаешь, маленькие налоги, и ты что-то за это получишь. А сейчас все крупными фирмами перехвачено, все это схвачено. И они душат все. Проткнуться ничего не можно. Что можно? Монополия идет. Надо ждать, когда они банкротятся все. От кого ты можешь получить деньги? От крупной фирмы построить дом ты не получишь. Значит, только на ремонтах. Вот ты не будешь платить на лови, соберешь бригаду а-ля копыта там, допустим, и будешь бегать. Ну, на кусок хлеба нормально будете хватать. Ну, вот у нас Илья что-то ремонтировал. Красивые деревья такие, мне нравятся такие. Всякие формы. Я смотрю, что у меня эти трубки не хватает. Мне доехать до раковины куда-то, это будет стоить столько. Я ему звонил, говорю, подсоединить мою мойку. Сколько это пойдет? Ну, я мне надо посмотреть. Приехал, притащил свои трубки, подсоединил, говорит, десять. Ну, я подумал, за сто крон это, значит, мне трубки надо купить. Ехать еще и время траться. Нормальный мужик, понимаешь? В общем, там что-то тоже. Да-да, тут как будто этот, разваленный. И все так в таких заростях. Ох ты, вот тут, наверное, с этим с металлодетектором. Ну, тут уже все облазили. А у тебя есть? Что не работает? Что не работает? Упусти меня. Упусти меня. Детский замок. Я заблокировал, случайно, вам все. Машина. Молодец. А, ты хочешь? Крутой кто-то. Так мы не видим пока ничего. Вот такие вот какие-то там, вроде. Интересно, а что я задумал, что там могу быть? Да. Для присуда что? Вот, снимай прямо через забор. Сейчас нас там у этого на выходе хлопнут, скажут, давай скрывай все. Из машины можно снимать. Мы фотографировали здесь. Нормально. Просто я не фотографировался. Вон у них и сад закрыт, я вижу, да. Но ты как стоялся, у меня это бро, это самое. Что? Чуть-чуть дальше проехали. Вон у них фонтанчики там, смотрите. Стоп, стоп. Спрашиваю одно. Говорю, да мы не знаем, а потом окажется есть что-то. А на этом автобусе тоже эстонский номера? Ну это как бы гости, потому что они, видишь, стоят. Они и гости, а ведь ходят. Стоят как бы в этом. Вот кому надо картину для них продавать. Правильно. Так я никогда, понимаешь, мне из самого в своей жизни большого, кого я вышел, это зам директора этого банка. Ну как казарма, да. Местами кажется, что это вообще. Потому что, ну, у них же катакомбы у военных. Очень много катакомб всяких. Я вижу тут ход. Да нет, это вот. Это хозяйственные постройки. Колхоз какой-то, вот развалившийся колхоз. Вон там тоже. Там обычно в каждом колхозе есть, как бы это же во всей Эстонии такая, есть типа замка что-то вот такое. Мызы такой, в которых были когда-то. Да, которые рабы кругом, вот именно на плантациях. Вот это и есть эта фигня. Да. Индусы бы придумали какие-нибудь священные места из этого дела. А вот этот дом, что интересно. А это, этот самый советский какой-то, не знаю, сельсовет. Вон объявления какие-то есть. Вон объявления там, что это там у себя представляет. Ну прикольно, короче. Не, это я, это я думаю, что это приватизированный. Нахрен кто будет покупать? Что такое фигня? Он очень дорого стоит. Он не, и понимаешь, это, если бы такое не дали бы. Он приватизированный, потому что это колхоз был. Как у нас это, в полустонии приватизировало все предприятия там и так далее. Сейчас дают. Я думаю, что Хельгия не знает. Или мы говорим о разных. Надо посмотреть, наверняка можно. Просто эта женщина болтает, что ей на ум придет и все. Как обычно. Ну я не вижу там русских. Они бы хер бы разошлись. А сервис опять у тебя? Нет, мне тут. Вот так он будет яливать по голове. О, птичка прям на месте летает. Смотрите. И смотрю, на каждом ветрогенераторе лампа моргает красно. Ну это тебе. Чтобы ночью. А я смеюсь, как бы подмитил. Ну вообще, конечно, такой вот вид, он как бы нереальный. Вот для России. Космотетик. Что здесь делать? ДНЛ вызывай. А! Ясно все с тобой. Стоп. У нее датчик снизу. Но все равно мало. Сейчас просто влажно очень и может такая фигня быть. Если раз там пять лет заливаешь и сегодня почему-то у всех полоскакил. Это просто сигнал. Сюда и у нас. Смотрите. У нас она выскочила, как мы из Сталина только выехали. Да, сразу банк. Стал унесел хлобысь. И тоже я поворачивал, короче, хитро как-то. А, это я что-то хитрю. Не, у меня диагностика с собой есть. Мы постираем и сервис вам кинем. Масло. А есть там тормозная эта? Ну обычно так, берут подороже. Да что тут написано-то? И просто берешь пальцем туда и сравнишь. Не будет бы оно это. Мне же нужно... Слушать. Сейчас я попробую. Не, ну можно купить и... Вот смотри. Эти горы, это вот. Видишь, похожи. А, это ДОТ-1, ДОТ-4. Да нафиг. Мы дотянем. ДОТ-1? Да. Мы дотянем. Да. Это у нас что ли? Да. Это то, что ты едешь в 90. Потому что там установлено. Ну он там покричит, ты-ты-ты-ты, ну может быть минуту. А че? Какой-то ко мне установлен. Я меньше 90. Ограничение от 90 километров. Надо снять, а мы не снять. Что, что ограничение? Ну вот когда ты 90 переходишь, он сменит. Когда он пройдет, ну допустим там 95. Он под... Вот. Больше 90 километров. Нельзя. Ну по установке. Ничего страшного. Ну это снять я не знаю как, да? Ты не знаешь? А в Эстонии они пройдут техосмотр? Вот мне кто-то говорил, что в Швеции очень много машин, которые не проходят. Если их сюда привезти, то можно типа поднять бабы. Семьдесят. Это вот нормально еще. Еще? Через десять лет вот он сколько стоит? Двадцать панк. Я в кошку за два года уже уложил 3500 где-то. 3500. Ага. Нет, ты ее купил за две с половиной. 2600. Он мне отдал, 400 евро дали. Вот ремень. Пятьсот или четыре? Шесть тысяч у меня вышло больше. Жесть. Как они тебе продают, я вот видел. Значит там и техосмотр, и сколько там, и где, карты прохождение поставили. Я здесь ее перекрашивал. То есть мне заплатил страховка деньги. Дала нам 25 тысяч фон. Говорили про Совет. Потому что мусорить некому, понимаешь? И нет вот этих невысоток. Все в каком-то вот выдержано. Одну там, двух, трех. Советская. Россия. Это типа сталинские постройки такие? Правда. Да. И даже это там, кто там, персонал. Смотри, бедные, как лоярцы. Как живут неплохо. Машинки такие. У нас такие лавочки. У нас такие лавочки. У нас такая лавочка. Я тебе уже рассказываю. Ну пошли посмотрим. Вот это в стене уже нет. У меня экшн камера. Мне так далеко неплохо. Надо ближе подойти. А ты ближе иди, что ты боишься? Я не. Ну спонтаном. Пошли. Вернулись в СССР. Что такое? Это? Шведская крона? Это наша. Ой, это Муна. Это бери. Подожди. У меня вот такие банки. и финских денег. И там какие-то польки. У меня банка такая. На тебе, пол-евро. Да ладно тебе. Да нужно у нас на 15. На 20 центов. Да я и так здесь. Не надо. А не такого же размера. Бумажную. Не надо. Кидай. Дима, кинь, это и есть. Это евро деньги. Дима, ладей, этот штанг будет. Дима. Нашли был неплохим. а что это за знаком вот это не знаю противогазных не ходить что утки плавают смотрите бог блогер с горочек зато 1000 миллион просмотров будет блогера уточки вон плывут надо это делать до уточки и вода прозрачная смотри тут наверно праздники города проходят трибуны какой-нибудь этот праздник нептуна как в савдейпе вам слишком большая и очень много закутков видеокамеры смотри но снимаю вас везде видеокамеры стоят чтобы не украли никого поэтому тут как и спокойно тут никто и не гуляет ну чё ты я я учусь снимать видео чтобы голова не крутить хожу как робот он посвящивается этот ночью как бы может быть иногда подсвечивается это здание где вы видите похоже я ничего не вижу похоже я уже проехал дядя рули давай вот риме риме не хотите а где максимум максимум вот этот большой где магазин макс спасибо большое поворот направо вот откуда вот так и надо вы не умеете просто разговаривать мы культурные люди вы не местные а как извините он не пойдет дальше так слышал против дня что это ты мне это ты мне гаденыш что-то прикол а что хотели что хотели минуты может что-то приезжать затарился в трех сах дешевле под действительно все на неделю мы ничего не хотим я ничего не хочу челка наполеон купите просто еще самый вкусный тур не надо куда булку жрать наполеон по кореон там написано на не должен быть наполеон то есть слою на пирог чтобы много слоев вот он я уже нашел наполеон как дальше вы до их обожрите на три дня наполеон ты самый вкусный торт просто там много слоев крем слой крем слой это эстонский учил него такой вести бага то есть я думаю а швеция света нищая страна и зарплата там кстати маленький в финляндии больше три раза почему-то вы можете к набрать и таких 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 не все равно что мы не хотим тебя разорять до меня ты не разоряешь уже все разорили государству типа иди посмотри заберите как себя не походка маркады на нас уже поглядывает тут как будто мы что-то особенно ты вот как будто ты что-то воруешь я постоянно так там не надо было это номеру брать какой самый вкусный тортик вас или пирожное такой цели не чего не пробовать а чё вы пробовали а чё вы пробовать все а язык вот эти грех тут работать и не пробовать не правило а вот эти вкусненько вот это а натуральное что полезно мы не сюда пришли это точно вот она просит хорошо не хотите вот эти гиры с торговым с фисташками ну давайте самые дорогие по еврику я предлагал вам наполеон за 7 евро купить они мне сказали пошел и она холодильнике пива нету случайно у вас так оно стоит холодильнике смотри а где холодильнике а да спасибо мы то на на это эстонский тоже сколько смотри какой маленький тут четыре раза больше маленького стоит 7 евро вот этот вот лежите мне да не надо нафиг ты бери то что я худею а можно конфетку попробовать ладно не буду воровать конфеты у нас там не доедено не куча всего ну очень большой выбор большой трикса трикса максима выбор обалденный продуктов это пугли для шашлыков соки местные соки пивко пивко в холодильнике шампанское турлей как угодно что угодно тут арбуз не берите да у нас родственник одна польза от него что он работает грузчиком в таком магазине горит горбуз вообще такую не надо дорого стоит греча гречка русская гречка татар татар называется интересно тут есть физ что за баночки маленькие такие это пиво оли кок пиво балтика нет просто смотрю да я вообще пиво не пью как-то даже удивительно сегодня на нас да просто вспотел там чаюк молоко с содой и все и у нас там салата остались или вы сожрали все нет осталось ну еще сожрать еще а это им надо что-то купить они до 2 дня еще будет нам то чего да 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 у них там еды это в евро 85 центов саку хели у светлая 85 центов а где мой физ всякая фигня от джина вот даже сидор мы есть вот сидора я наверно возьму одну баночку одну какой а ты будешь я взял пикассо качу за пиво тут я не знаю дорогущая нибудь пульс пиво пульс вот это сидор снимается похмельюги две банки снимаются любой похмельюги а это чё такое орбит хороший магазин слушай думать сюда приехал затарился на неделю они там печенье какой-то сушки фигню всякую покупать чем мы ходим кругами а ну пойдем посмотрим хотели арбуз купить я их отговорил я взял воды так у нас 7 литров там ванны проехать а я сосисочки за сотом на среду а сколько мясо тут стоит два дадим филе курицы курица смотри куриц сколько стоит у нас дешево и это килограмм 80 это где-то 5 евро такой дура 4 у вас у нас у вас уже евро два раза дешевле получается короче зарплаты у вас два раза больше а квартир я вообще молчу компания масел даже украинская ребята все у нас все есть компания кругом бульбаш водка в клюкве на где у меня аня поделался все-все-все-все-все магазине сработала сигнализация охрана нету наверно можно выносить теперь пока она гремит все что душе угодно надо под шумок было выносить все что можно было лохи да все что хочешь коньяк это девушка впереди она походу так и сделала странно одежда у нее такая ты не заметил мне так и понятное дело уже там внизу открыто прямо эти контакты вынесла девушка с с что-то неправильно с excel должно быть на номере знак они вдвоем работают да 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 ну ты попал лишь приключения я и помог я сволочь меня теперь арестуются взял да да я еще дуэты сфотографировались мне этот с пивом тонет мне нельзя с пивом разоблачение зачем? как будто алкоголик какой-то как будто нет как будто детка вся семья художники алкоголики богема батарейка вторая сажается я тоже подумал что она да 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 а папа мой все таки на столбах концерт какой-то что-то я устал же видеосъема аккумулятор осталось 2 этих а сейчас будет таки петлящие дороги и тогда мы будем уже там прикольный сап а панель еще осталось как бы от старого типа такой номер смотрим а я тоже накатали я устал даже не но я нет что-то на хороших машинах ездил сегодня ничего не устал вот телефон у меня устал камера у меня устал и я не сфотографировал два хороших прикольных эпизодов там и завтра займемся и машину я диагностикой посмотрю сегодня ой или сегодня даже посмотрю а чё там отдыхать ее сунул еще на кнопки нажимай